Всем привет дорогие друзья, с вами First One, а это очередной выпуск посвященный игре Кризис Контакте. Итак, друзья, мы продолжаем работать над собой, развивать наши войска. Ну вот, докачали танку точечный залп и все его характеристики до десятки. Также пулеметчик у нас уже неплохой, но есть еще над чем поработать. На все денег сразу не хватает, вот ему и патроны надо новые изучить, и умение концентрации. Но я сейчас по большей части работал над моим айвиоударом с катом. Так, он уже у нас 17 уровня, скоро будет 18, вот сейчас улучшается. Ну и также вот здесь мы практически все прокачали, осталось только последний ряд добить. Ну вот, можем сейчас попробовать, может быть нам повезет. Вот, иногда получается с первого раза, иногда приходится попотеть с изучением этих умений, потому что вот как сейчас на 38% выяснилось, что не удалось у нас. И придется потом заново тратить деньги, чтобы пытаться изучить. Ну ладно, у нас еще осталось маленько денег, можем их потратить на бронежилеты. Ну и друзья, думаю, в нашем сегодняшнем выпуске мы покажем вам какие-то сражения, которые мне понравились, в том числе битвы за алмазы и участие в операциях, и также там будет одно клановое сражение. Ну а вот уже в следующем выпуске, я думаю, что мы отправимся уже с хорошо прокачанными войсками, с хорошо прокачанным боекомплектом, отправимся на выполнение сюжетной миссии, с которой мы не справились ранее, и посмотрим, насколько мне поможет новый арсенал. Ну ладно, давайте приступим. Итак, друзья, начинаем с самого интересного, клановые сражения. Сражаемся против клана Блиц. Клан, надо сказать, очень серьезный, ну довольно ответственно подходит к игре, постоянно участвует в клановых сражениях, ну и игроки там, соответственно, сильные. Я, кстати, тоже был какое-то непродолжительное время в клане Блиц, но меня оттуда выгнали за, ну как сказать, за слишком неактивную позицию в игре, то есть слишком редко я там ходил на какие-то операции, слишком редко участвовал в битве за алмазы, ну и там и в клановых сражениях. То есть у них, вот, как правило, подход к построению клана серьезный, и нужно, чтобы все игроки были серьезные. Вот сейчас отправляем танк налево, и это все зря, потому что там пехота какая-то непробиваемая, ну и сразу танк потеряли нелепо. Так, надо все-таки куда-то в тылы отправлять, туда, где танк хотя бы чуть-чуть сможет прожить, там за чем-нибудь спинами солдат, и так вот сюда можно ударить со ската. Неплохой удар, сразу минус два танка у врагов. Но это нам совсем не помогает. Блиц суровый, ребята, и надо сказать, что я в это сражение отправился совсем без наемников, без специалистов, которые усилили бы мои войска. Ну, это, знаете, такая оплошность. Дело в том, что это сражение проходило утром, ну, и я до последнего думал, что мы не наберем даже трех человек, чтобы поучаствовать в сражении, поэтому так просто зарегистрировался для галочки. Нас сначала вообще один сидел, потом уже на последнем бою появился еще один игрок, и как-то в последнюю минуту зашел еще один, и вот мы полетели на сражение. Так, ну, врагов тут просто туча, весь центр забит, и у нас один танк остается. Я вот, кстати, надеялся, что он отправится туда и уничтожит вражескую артиллерию в центре, но она настолько сильно бьет по танку, что он даже не успел до нее доехать. Так бы было, в принципе, веселее. Я вот надеялся, что он как раз до нее доедет и ее снесет. А в итоге, в итоге, друзья, поражение. Ну что ж, не всегда же выигрывать, тем более, Блиц довольно сильный клан, и даже не страшно им проиграть. Даже не то, чтобы страшно, но не зазорно. Так, а наш следующий противник Максим Березняк. Максим сразу начинает с танка. Танка-пулеметчики. Ну, такой, знаете, не лучший выбор. Выпускать танки на поле боя в самом начале. И вот следом едет сразу еще и второй танк. А у нас уже есть удар со скатой. Если они друг к дружке рядом встанут, а они встанут, куда они денутся. Можно их сразу обоих и накрыть. Да, вот так вот. Оп. И каждому досталось. Так, все, там танку только парочка РПГ, пара гранат. Все, уже нету у врага второго танка. Так, ну у врага есть еще... Есть еще элитка, которая бьет издалека. Причем довольно больно. По 145 урона. Но, тем не менее, мы держимся. Хотя, пока что, судя по шкале, враг нас переигрывает. Но, с другой стороны, мы его зажимаем на базе. Так, еще отряд элитного десанта. Так, и победа. Видать, тут же вплотную рядом с базой появился вражеский флаг. И поэтому мы победили. Наш следующий противник Владислав Макаров из клана Стальное Братство. Так, ну начинаем. Начинаем с автоматчиков, с пулеметчиков. Следом штурмовики. Наш враг что-то пока что никуда не двигается. То ли выжидает, то ли непонятно что. Ну, мы тоже торопиться не будем. Отправим войска на угол. Им все равно потом еще разворачиваться обратно. И если что, они смогут задеть вражеские войска, которые пойдут навстречу. Так, ну, сейчас мы, похоже, просто возьмем флаг. И нет. Вот, в последнюю секунду выводит Владислав войска. Так, ну давайте, пулеметчики. Бейте сразу по всей толпе. Огнем на подавление. Пока что непонятно. Нет. Хотя, почему непонятно? Пока все очень понятно. У Владислава результат гораздо лучше, чем у меня. Судя по шкале. Но у нас есть тут еще танк, который может неплохо помочь, если будет прилично бить издалека. Отличный удар. Уже скат, наверное, будем использовать на пехоту, потому что иначе нам ничего не поможет. А у врага, похоже, кроме пехоты ничего и нет. Думаю, он не будет использовать танки. У него, тем более, неплохие войска. Вон, и электромагнитные разряды от вражеских РПГ. Так, ну вот этот танк нам может просто спасти все положение. Более хорошо, что он по чуть-чуть хоть и лечится. И у врага сейчас на поле боя пулеметчики. А все-таки от пулеметчиков танк больше защищен, чем от штурмовиков. Но нет, к сожалению, нет. И в итоге мы все-таки проигрываем. А у врага еще кто-то был в запасе. Он бы мог использовать резервы. Да, это поражение. Итак, друзья, наш следующий бой против Сергея Кузнецова. Мне кажется, такая распространенная имя-фамилия, что у меня вот как минимум двое знакомых было. Сережа Кузнецова, может быть, и у остальных так же. Так, наш враг сразу выводит штурмовиков. Мы выводим к ним навстречу пулеметчиков. Ну, вроде неплохой вариант. У врага есть пара наемников, пара специалистов. Ну, у нас ничего нет, но... Пока еще рано говорить, кто в лучшем положении. У нас вот целая толпа войск, поэтому какими-то массовыми ударами их лучше закидывать, всякими базуками. Так, выводим наш первый танк. У нас есть еще в запасе удар со ската, если враг выведет какую-то технику. Так что, что-то враги уже снесли всю нашу пехоту. У нас вот остается всего лишь один танк. Ну и так, небольшая кучка войск. Как-то до этого у нас был такой мощный фронт пехотинцев, а сейчас что-то уже совсем мало. Ну, ладно, будем надеяться, что наш танк... Вот, правда, враг выводит вертолеты, это вообще нехорошо. Вертолеты довольно мощные против техники и против пехоты. Их надо как-то сразу уничтожать, иначе они наворотят делов. Ну, вот, слава богу, танк делает неплохой залп. Остается всего лишь один вертолет у врагов. Так, отлично. Ну, если у врага сейчас будут одни какие-то пулеметчики, то еще можно как-то справиться. Так, 2600 урона по танку, ну, неплохо. Еще вот это вот, ну, совсем неплохо. Ха, только хорошо, что танк отъехал. Тем не менее, похоже, мы тут все-таки проигрываем. Еще и танк со стороны врага выходит. Ну, ладно, мы все же бились до последнего, но удача оказалась не на нашей стороне. Наш следующий бой с Игорем Ожогиным. Даже не знаю, почему его выкладываем. Просто он мне показался каким-то странным, что ли, нелепым. Даже не знаю, как объяснить. Мне кажется, у врага довольно слабые войска были, в том плане, что у него без анестетиков и пулеметчики, и штурмовики. Но я как-то пытался экономить свою армию, и мне кажется, может быть, отчасти из-за этого получились такие какие-то смазанные результаты. Если бы я сразу выставил все войска на поле боя, то было бы все совсем иначе. То мы могли бы куда раньше победить врага и не использовать всю армию. А здесь, смотрите, мы выводим первую часть войск. Ну, вроде неплохо. Косим врага. У врага есть элитный танк. Ну, тут подходит... А что у нас там? У нас только один штурмовик, да, среди пулеметчиков. Он использует РПГ по танку. Подходят наши другие штурмовики. Используют гранаты. Их вот, правда, тут начинают бить в спины. И в итоге у врага остается танк и остается элитная армия. Поэтому мы вступаем во второй раунд сражения. Снова выставляем пулеметчиков. Снова отправляем штурмовиков. А враг высылает на поле боя обычный танк. Так, ну вот и штурмовики умирают слишком рано до того, как они успели уничтожить все-таки танк. Но это не очень хорошо. И опять же, мы начинаем третий раунд сражений. И тут уже понимаем, что надо выставлять всех. Отправляем один танк. И чтобы танки не шли как-то рядом, отправляем все-таки второй танк, увидев, что у врага еще один отряд штурмовиков. Выходит на поле боя. Ну, как-то опасно, когда у вас только танки, а у врагов есть и танки, и штурмовики. И вот еще отряд пулеметчиков выходит. Ну вот уже неплохо штурмовиков отсеяли. Враг выводит еще один танк, но... Но у нас один танк подранен, а другой практически полностью целый. И тот, что цел, он все-таки на передовой. И это хорошо, он будет принимать урон на себя. В целом у нас остается два наших танка против одного вражеского. И, понятное дело, что тут уже сражение выиграно. Но мы слишком много войск потратили, при том, что пытались все сражение экономить. Если бы мы сразу выставили побольше войск на поле боя, мы бы спокойно могли продавить врага и даже взять флаг. Итак, друзья, теперь наше следующее сражение против обычного парня с обычным русским именем Кенан Умут. Или как-то так. Парень сразу выпускает на поле боя танк. Мы сразу выпускаем штурмовиков. Ну, штурмовики лучше всего против танка. Врага, правда. За танком идут тоже штурмовики. Так, используем сразу удар со ската и уничтожаем вражескую технику. Враг выпускает на поле второй танк. Ну, давайте как-то, наверное, по левому краю пустим сразу штурмовиков. Пускай они обходят по бокам и встречают этот танк с тыла. Так, ну вот наших штурмовиков слева. Так, вот, все отлично. Все собрались, напали на танк. Тут их помаленьку, правда, снайпер вражеский отсеивает. Но это ничего страшного. Так, враг выводит еще штурмовиков. Нам больше вывести некого. И у врага, похоже, в запасе неплохо сохранилось стил. Так, и враг использует скаты. Враг использует скаты, мы побеждаем. Вот она, знаете, проблема, когда на руках много всякой там техники или какой-то элитки, которая по одному ходит, типа снайперов и минометчиков, авиаудары, а вот реальных войск, которые могли бы сдержать врага и как-то отбить его, от своей базы нету. Ну ладно, у нас тем временем следующее сражение против Андрея Дулецкого. Ну, знаете, такой... ну, довольно интересный бой. Я думаю, я бы мог его выиграть. Использую я другую тактику в этом сражении. Мне кажется, даже как вариант тактики можно было использовать все войска и вести через один туннель. И вот сейчас у нас момент истины. Мы выбираем, какой танк бить. Правый или левый. У нас есть один скат и два вражеских танка, разделенные нашими войсками. Да, если бы мы не слали войска через рукав, то мы бы не поделили два танка вот так пополам. И все-таки я решаю бить левый, потому что там появляются еще войска, которые я тоже мог ударить со ската. Но бить, наверное, все-таки следовало правый. Потому что тогда таким образом левый бы, может быть, у него все-таки и здоровья было меньше. Его вполне возможно и забрали бы наши штурмовики. А правый бы не так сильно расстрелял наших пулеметчиков. И они бы уже могли там как-то пройти дальше и уничтожать вражеские войска. Но вообще лучше было бы использовать только один проход для подступа к врагу. Тогда мы не поделили бы два танка на две линии. И, возможно, если бы повезло, с одного ската забрали бы оба танка. В итоге у нас остается три пулеметчика. У врага два штурмовика. Но это не самое главное. Главное, что у врага остался танк. Не совсем здоровый, но у него достаточно ХП, чтобы нас победить. А пулеметчики, как известно, танку не особые соперники. Так что здесь ясно, что мы уже проигрываем. Так что на этом я с вами попрощаюсь. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был 1ST1. До новых встреч, друзья!